Здравствуйте, уважаемые зрители первого медицинского канала. Точнее, доброе утро. Сегодня второй день работы 18-й ассамблей здоровья Москвы, где установлена наша мобильная студия. И первый наш сегодняшний гость Дмитрий Станиславович Бордин. Здравствуйте, Дмитрий Станиславович. Рады, что вы нашли возможность прямо с утра к нам заглянуть. Дмитрий Станиславович Бордин, главный гастроэнтеролог департамента здравоохранения города Москвы. И начну я, наверное, с просьбы по возможности описать в общих чертах кратко, если это возможно, такую проблему, как профилактика рака желудка. Точнее, проблема-то, собственно, рак желудка, а вот профилактика рака желудка – это то, к чему должны мы все стремиться. Мы с этого начнём и другие темы тоже вашего профиля, конечно, затронем. Хорошо. Доброе утро, уважаемые телезрители. Я работаю в Московском клиническом центре имени Логинова, который ранее был институтом гастроэнтерологии. Вот теперь мы работаем вместе с хирургами, с онкологами, и мы понимаем, что сейчас задача гастроэнтерологии – своевременное выявление лечения хронических заболеваний, потому что воспаление является почвой для будущего рака. Наиболее ярко – это мы понимаем, по примеру, рака желудка. Это один из немногих видов рака, при котором известен причинный фактор. Причиной рака желудка является длительное течение геликобактерного гастрита, ряд перестроек ткани желудка, которые в конечном итоге к раку приводят. Понимание этого пришло после того, как была открыта бактерия геликобактер пилори. Даже не язва, а вот предъязвенные состояния, они тоже чреватые. Или тонкая грань. Здесь другая идеология. Геликобактер вызывает воспалительный процесс, хронический активный гастрит, который является фоном для развития язвы. И язвы в том числе. Потому что запускаются механизмы гиперсекреции и воспаления. Но вот это длительное течение воспаления, перестройка, активный гастрит, атрофический гастрит, метаплазия, дисплазия и рак, описанная пилая корея, как каскад корея, теперь это известно. Понятно, что запускается процесс с геликобактером. И фактически лечение геликобактерной инфекцией своевременное, прекращение воспалительного процесса, это профилактика всего. Профилактика язвы и профилактика рака тоже. По язве мы это очень активно видим по статистике. Когда мы начали активно лечить геликобактерную инфекцию, а это фактор рецидива язвенной болезни, мы видим, что заболеваемость резко упала. По статистике с 1994 года по 2018 год на 74% упала заболеваемость язвы. Той болезни, которая ранее казалась непонятной причиной. Какие-то сезонные обострения были, какие-то сезонные профилактики, неэффективные кровотечения, люди погибали, а сейчас понятно. Убрали причину, нет рецидивов язвы. Легко диагностируется геликобактерная инфекция? Легко диагностируется легко, при этом есть, понятно, свои медицинские нюансы. У нас, к сожалению, в медицине вообще нет метода, которые стопроцентно диагностическую ценность имеют. Поэтому у нас есть ряд методов диагностики. При сомнении в отношении одного мы используем другой. Итак, выявив геликобактерную инфекцию, проведя правильное лечение и доказав потом, что геликобактера теперь нет, мы решаем массу проблем. И проблему рецидивов язвенной болезни, и проблему, которая тоже колоссальная. Кровотечение, неварикостное кровотечение из верхних отделов формулы пищеварения тоже связано с вот этим воспалением, плюс приём инстероидных противовоспалительных препаратов. У нас порядка 4 тысяч человек в год поступают по скорой помощи в стационары хирургические города с кровотечениями, и это люди в зоне риска, есть и летальность определённая, хотя тоже хирургическая служба имеет успехи здесь. Но профилактика снимет эту проблему. Это мы видим чётко и на примере рака. Но что касается геликобактера, эрадикации, вот и искоренение бактерий, это комплексное лечение или есть какой-то сейчас уже один препарат? К сожалению, одного препарата сейчас нет. Это комплекс. И, к сожалению, у нас сейчас идёт эскалация длительности терапии и количество препаратов для того, чтобы убить эту бактерию. Раньше работали 7-дневные схемы, сейчас они не работают. И 10-дневные не работают. И даже 14-дневная схема тройной терапии, которая рекомендуется, например, в Москве не работает достаточно хорошо без усиления висмутом. И сейчас фактически стандартная такая схема эрадикационной терапии, когда мы даём сильный ингибитор протонной помпы, и здесь эзомепрозол или рабепрозол имеют преимущество. Амоксицелин, кларитромицин и висмут отрекалия децидраты на 14 дней. Вот это тот стандарт для первой линии терапии, который действительно эффективен и эффективность превышает 90%. Мы ведём европейский регистр геликобактер пилори, одна из стран. Кстати говоря, Россия на втором месте по набору пациентов, это европейский регистр. Вот в февральском номере клинической гастроэнтерологии, clinical gastroenterology and hepatology, журнал Американская гастроэнтерологическая ассоциация, опубликована наша совместная публикация, которая говорит, так и называется, тройная терапия, усиленная висмутом, имеет эффективность превышающей 90%. То есть это тот стандарт, который мы должны сейчас использовать для лечения геликобактерной инфекцией. И, конечно, то, что очень важно, провели лечение, спустя 30 дней нужно провести контрольный тест. И, конечно, здесь лучше проводить не инвазивную диагностику, не гастроскопию, а либо это дыхательный тест, 13-со-разный дыхательный тест, либо антиген геликобактер пилори в кале. Оба теста достаточно чувствительны. Но единственное, что здесь есть опять же нюансы, которые профессиональное сообщество должно понимать. Наиболее рекомендуемый тест дыхательный, он и более эстетичен на самом деле, и более прост в исполнении, да и результат фактически сразу дается, если прямо в лаборатории прибор стоит. Больной выдыхает пакетик воздух, выпивает тестовый раствор, через полчаса выдыхает другой пакетик, прибор анализирует, и если происходит прирост 13-го изотопа углерода во втором мешочке, значит, геликобактер есть. Он расщепляет мочевину, обогащенную 13-м изотопом углерода, углекислый газ выделяется через легкие, и улавливается все очень просто. К сожалению, пока этот тест не внесен в систему обязательного медицинского страхования, но тем не менее, он сейчас доступен в частных лабораториях, вот инвитеры, другие лаборатории. В нашем центре этот тест можно сделать, к сожалению, пока на платной основе, но вот мы обсуждаем с департаментом здравоохранения, с фондом обязательного медицинского страхования возможность внесения этого теста в программу. Ну, он же вроде не такой должен быть дорогостоящий, ну что там, он сейчас 13, самый дорогой компонент, нет? Ну, там прибор достаточно дорогой, и все-таки обогащение 13-м изотопом углерода, это тоже такая не очень дешевая история, но тем не менее, вот сейчас там себестоимость, ну, порядка, там, может быть, тысяча с небольшим рублей этого теста составляет, поэтому он где-то от полутора до двух тысяч вот так вот сейчас в качестве услуги предоставляется. И это очень надёжный тест и очень важен как для первичного подтверждения геликобактера, если нет показаний для эндоскопии, так и для контроля. Нет контроля, фактически не завершён цикл. Мы больному дали антибиотики, чтобы вылечить инфекцию, а не проведя тест, мы не знаем, добились мы того результата, который тренируемся. То есть случайности, орла или рюшки. Да, и тут тоже есть два очень важных аспекта. Первое, мы лечим инфекционные заболевания, мы должны доказать, что вылечили. А это доказательство, когда нет инфекции после лечения. Второе, доктор, который лечит таких пациентов системно, видит, даю вот эту схему, больные приходят с отрицательным тестом, всё правильно делаю. А если он не проводит этого контрольного теста и назначает, бог знает, что у него даже самоконтроля никакого нет, и тут ещё одна есть психологическая у нас проблема. У нас, к сожалению, даже достаточно квалифицированные врачи к геликобактеру так относятся, да он у всех есть, да то ли его нужно лечить, то ли не нужно лечить. Но есть ещё раз хужее мнение, что от стресса вообще она оживает. Я даже от биологов такое слышала, что язва желудка от стресса, а не от геликобактера. Язва желудка, безусловно, это комплексная проблема. Почему возникает вот этот локальный дефект слизистой оболочки, не очень понятно, патогенез так этого и не раскрыт. И мы говорим о том, что геликобактер, он вызывает фоновый гастрит, без которого это не возникает. То есть это устранимый фактор, устранили, и там другие патогенетические механизмы уже не срабатывают. Понятно, есть стрессорная язва при каких-то очень больших травмах, при инфаркте миокарда. Но опять там имеет значение наличие геликобактерной инфекции. В любом случае. Либо нестероидные противовоспалительные препараты, сейчас это самая большая проблема, неконтролируемый их приём. Больные некоторые полагают даже, что это и не лекарство. Нам приходится больного с язвой специально спрашивать, что что-нибудь получаете, принимаете какие-нибудь лекарства? Нет, ничего не принимаю. А вот бывает там, чтобы голова болела и какие-то обезболивающие. Да-да-да, я там пентальгин глотаю. Ну вот вам и причина. А больной считает, что пентальгин это... Это от головы. От головы, как глоток воды и без последствий. Нет, любой нестероидный противовоспалительный препарат и аспирин в своём механизме действия включает повреждения слизистой оболочки желудка, снижая защитные свойства слизистой оболочки. Кстати говоря, малая доза аспирина, которая была принята для первичной профилактики. Да, кардио. Сейчас ведь уже кардиологи отошли от первичной профилактики. Да, они пересмотрели во всяком случае. Пересмотрели. Потому что оказалось, что польза существенно меньше риска кровотечения. И сейчас совершенно другая стратегия. То есть сейчас, если назначать, то тоже с определённым тестом. Мне рассказывали специалисты по гипертонии, скажем. Безусловно. Попиллярный тест, вот если показано, то тогда идут на аспиринотерапию. Я как гастроэнтеролог говорю о том, что по нашим рекомендациям, перед планом назначения астероидных противовоспалительных препаратов аспирина должен быть проведён тест на геликобактерную инфекцию и проведена эрадикация, потому что это защита желудка от повреждения. И вот хроническое воспаление плюс аспирин, вот вам и язва. Вы заговорили о раке, я углубилась в геликобактер. Предполагается сценарий такой, что какие-то проблемы, связанные с наличием геликобактера, воспаления, если человек пренебрегает ими, то это может привести к раку. Но известны случаи, когда он бессимптомный. И вдруг, ну вот недавний случай, все переживали, сообщество медицинское, коллега Андрея Павленко, вы знаете. Сам врач, он ушёл от рака желудка. Вот такие случаи тоже бывают. Как вот с этим быть? Как с этим разобраться? Да. Посмотрите. Так ли они бессимптомны? Вот в чём мой вопрос. Вообще говоря... Или просто порог чувствительности у людей разный. Ну порог тоже имеет значение, безусловно. Но нужно сказать, что геликобактерная инфекция, вызывая воспаление, не обязательно вызывает симптомы. И сейчас современные консенсусы говорят о том, что геликобактер, если есть, то есть воспаление. Но не обязательно есть симптомы. То есть раньше мы говорили, гастрит, это когда болит. Ну да. Нет. Гастрит, это когда воспаление, выявляемое при морфологическом исследовании. И это может не иметь клинических проявлений в течение длительного времени. А потом рак. Каково соотношение? Считается, что рак желудка возникает у 1-2% инфицированных геликобактерной инфекцией. Понятно, что в более серьёзной зоне риска находятся те родственники, кровные которых болели раком желудка. То есть тут есть генетическая предрасположенность ответить на геликобактерную инфекцию таким образом, что возникнет рак. И плюс ещё всё-таки заражение геликобактером происходит, как правило, в детском возрасте. Как правило, это внутрисемейное заражение. Ещё и те же самые штаммы, которые вызвали у родственников вот это раковое заболевание. Но если у вас нет родственников больных раком желудка и есть геликобактер, это совершенно не значит, что вы полностью гарантированы от рака. Ничего подобного. Непонятно. Вот если в группе риска, то с большей вероятностью, если не в группе риска, вероятность тоже существует. Итак, 1-2% инфицированных приходит к раку. Вопрос времени, длительности жизни. А длительность жизни увеличивается. Рак находится в пятёрке наиболее значимых онкологических заболеваний по частоте выявления. Поэтому об этом устранимом заболевании можно думать и нужно думать заранее. Но из всех раков желудка порядка 90% обусловлены геликобактером. То есть есть какой-то процент, который связан и с какими-то другими причинами. Исходя из этого, мировое сообщество пришло к тому, что эрадикация геликобактерной инфекции – это профилактика рака желудка. Когда должна быть сделана профилактика? До того, как возникла кишечная метаплазия. Потому что если это активный гастрит и даже, может быть, начальная стадия атрофии, после эрадикации происходит обратное развитие процесса, излечивается гастрит. Если кишечная метаплазия уже возникла, обратного развития процесса не будет. Эрадикация, может быть, несколько замедлит возникновение рака, но стопроцентно уже его не исключает. То есть главный способ профилактики, главный метод, главное средство – это эрадикация геликобактерной инфекции, то есть выявление для начала ее. Да, фактически сейчас пришли к тому, что наиболее экономически эффективный метод профилактики рака желудка в популяции – это диагностика и лечение геликобактерной инфекции. Это было доказано крупными исследованиями в Юго-Восточной Азии, преимущественно на Тайване. Наиболее впечатляющее исследование, они с 2004 года внедрили массовую эрадикацию, 13-й разный дыхательный тест у лиц до 30 лет, проведение эрадикационной терапии, и что у них получилось? Они опубликовали данные только за 4 года после того, как начали применять эту тактику. Что там получилось? У них практически на 70% уменьшилась распространенность геликобактера на острове, на 65% сократилась заболеваемость язвенной болезни, но это логично, это быстро реагирует. Но уже за 4 года они увидели 25% снижение заболеваемости раком. А дальнейшее наблюдение за 10 лет показало 50% снижение заболеваемости раком. То есть это всё хорошо работает. В Японии, ведь в Японии рак желудка ведущая проблема, наверное, на первом месте в структуре онкологических заболеваний. При общей здоровости населения, при долгожительстве, тем не менее. Но, тем не менее, видимо, там есть какая-то генетическая предрасположенность, и плюс особые штаммы геликобактера, которые реализуются таким образом. Собственно, благодаря этому получила такое развитие эндоскопическая техника. Японская, да. Ну, японская, ну, конечно. Для того, чтобы своевременно выявлять рак, поначалу пытались искать ранний рак. Потом пытались предраковые изменения искать и воздействовать на этом уровне. И действительно добились колоссальных успехов. 70-80% раков желудка и в Японии, и в Южной Корее выявляются на первой стадии. На той стадии, когда можно эндоскопически убрать этот участок листой оболочки, не требуется большая операция. Но, тем не менее, даже они пришли к тому, что наиболее эффективно это первичная профилактика, то есть устранение геликобактера. С 2000 года в Японии страховые компании стали оплачивать лечение геликобактерной инфекции при язвенной болезни, в 2013 году стали оплачивать лечение геликобактерной инфекции при гастрите. В результате значительно увеличилось количество пациентов, у которых проводится радикационная терапия. И, в принципе, был такой тренд на снижение распространенности геликобактерной инфекции. С гигиеной связано. Мыть руки и не контактировать с окружающей средой, с фекально-оральным путем передачи инфекции уже ведет снижение распространенности. Мы, кстати, тоже у нас наблюдаем в России такой тренд. Но после того, как они стали проводить вот такую вот эрадигацию за счет страховой компании, еще быстрее стала снижаться распространенность. И данные Минздрава Японии показывают, что примерно с этого времени более резко вниз пошла заболеваемость и смертность от рака желудка. То есть это все очень взаимосвязано. Но понятно, что подход должен быть комплексным. И сочетание первичной профилактики, своевременное устранение геликобактерной инфекции, вторичная профилактика – это выявление предраковых изменений слизистой оболочки желудка с помощью эндоскопии, а здесь морфология очень важна. Ну и плюс попытка выявления на ранней стадии рака желудка, когда это можно лечить эндоскопически. Локально, аккуратно. Да, и больной не инвалидизируется, не лишается желудка или части желудка. То есть, по сути дела, вот это локальное лечение работы. И, кстати говоря, совершенно недавно в английском журнале England Journal of Medicine, а вы знаете, это журнал с самым высоким импакт-фактором, опубликована корейская работа, рандомизированное исследование, у пациентов, у которых была проведена вот эта резекция раннего рака желудка. Половина из них получали эрадикационную терапию при наличии геликобактера, половина получала плацебо. Наблюдение было около 7-8 лет, и оказалось, что в группе, где эрадикация была проведена, повторный рак желудка возник в 7% случаев, а где эрадикация не была проведена в 14% случаев. То есть, эрадикация работает и на этапе вторичной профилактики рака у больного, который уже им заболел. И мы знаем, такая рекомендация давно уже в мастритских концентрации была, что если человек переболел раком желудка, у него есть геликобактер, тоже нужно провести профилактику рецидива рака. Есть еще экспериментальный метод, я сейчас вспомнила, может быть, он единичный. В Америке моя знакомая 8 лет с раком желудка держится на онколитических вирусах. Это экспериментальный метод, но в ее случае он работает очень хорошо, она сама биолог. А опухоль была удалена? Да, была удалена, но дальше она держится на этом. Это уже вопросы онкологии, где я не вполне компетенция. Да, это вопросы онкологии, но это просто я вспомнила. Хотела я спросить вас еще вот о чем только что прошел у вас симпозиум, посвященный портальной гипертензии. Проблема существует, есть у нее причины, есть у нее последствия. Что обсуждалось, коротко, об этой проблеме? Знаете, это была инициатива Алексея Васильевича Шабунина, привести такой междисциплинарный симпозиум, чтобы выступил и гастроэнтеролог со взглядом, как вести таких больных, эндоскописты, которые занимаются лечением портальной гипертензии, варикозного расширения венопищевода, и хирурги, которые, безусловно, здесь большую роль играют и в плане шунтирующих операций. И, конечно, самое-то главное, если у больного цирроз печени, как причина портальной гипертензии, должен быть решен вопрос о трансплантации печени. Я, кстати, был поражен, что, я знал, что у нас это развивается, количество операций более 500, это существенно больше, чем было еще совсем недавно, но, конечно, недостаточно по сравнению с мировыми показателями, но это очень важное развивающееся направление. Что касается портальной гипертензии, портальная гипертензия – это любое повышение давления в воротной вене, более 12 мм ртутного столба, а это может быть причина как поражения самой печени, и наиболее частая причина – это 90-95% – это цирроз печени как причина портальной гипертензии, но это есть и подпеченочные проблемы, скажем, тромбоз воротной лизиночной вены до печени, либо синдром Баддекиари – это уже тромбоз сосудов после печени, либо сердечная недостаточность, конструктивный перикардит, когда происходит застой крови в печени, она не оттекает. Соответственно, мы как раз и обсуждали, что есть разные причины наиболее значимой – цирроз печени, и, конечно, если цирроз печени сопровождается портальной гипертензией, то здесь большой вероятностью возникает две проблемы – это варикозное расширение вент пищевода и желудка, ведущие к кровотечению, а также портальная гастропатия, которая тоже ведет к кровотечению, и это нередко фатально, либо пациенты погибают в большом проценте случаев при первом эпизоде кровотечения, либо в течение последующих 1-2 лет до 80-90% летальность. Но это в силу декомпенсации основного заболевания. Ну да, ну само по себе, в общем, достаточно тяжелое. Конечно, это тяжелое заболевание, порождающее комплекс проблем. И вторая проблема, связанная с портальной гипертензией, это печёночная энцефалопатия, потому что происходит шунтирование крови, детоксикационная функция печени уменьшается, и в силу поражения самой печени, и в силу того, что кровь её минует, и вот возникает энцефалопатия. И третья проблема – асцит. Таким образом, понимая всё это, если мы говорим про пациента с портальной гипертензией на фоне цирроза печени, конечно, для спасения этого пациента есть профилактические мероприятия, мы назначаем неселективные бета-блокаторы при варикозном расширении вент пищевода для профилактики варикозного кровотечения, либо, если кровотечения не возникло, тут уже эндоскопические методы легирования с последующим назначением бета-блокаторов хирургические, например, методика ТИПС, которая шунтирует кровь из воротной вены в нижний пол и вену напрямую, уменьшая нагрузку на коллатерали, снижая риск кровотечения, но при этом может увеличиваться проблема энцефалопатии, с которой мы с той или иной долей успеха консервативно можем справляться, но все равно мы понимаем, что это все полумеры, и в конечном итоге это способ компенсации или рекомпенсации пациента и доведения его до трансплантации. Таким образом, в конечном итоге, конечно, очень важно, чтобы увеличивались возможности трансплантации печени для таких больных, потому что это вот та цель, до которой мы можем дотянуть. Спасибо большое, Дмитрий Станиславович. Я напомню нашим зрителям, что первым гостем сегодняшней мобильной студии Первого медицинского канала на 18-й Ассамблее здоровья Москвы был главный гастроэнтеролог Департамента здравоохранения столицы Дмитрий Станиславович Бордин. Спасибо еще раз.